Создавать тепло в домах краснодарцев – работа Сергея Газенко. Вот уже почти 15 лет он работает на одной из крупных котельных города Крэс-2. Недавно здесь провели большую реконструкцию и установили новое оборудование. Это позволило увеличить мощность и во многом упростить работу операторов. Все датчики и показатели теперь выведены на автоматизированный щит управления. Это своего рода мозг котельный. Контролировать процесс можно практически не выходя из этой комнаты. Однако за свой многолетний опыт Сергей знает главный секрет. Немалую роль в бесперебойной подаче тепла играет цвет пламени в самих котлах. Вот такое желтое пламя означает, что котлы исправны, рассказывает Сергей. А значит пар продолжает превращаться в горячую воду и путешествовать по городским теплотрассам. Тем самым нагревая батареи в квартирах. Крэс-2 обслуживает всю северо-восточную часть Краснодара. А это без малого 460 домов, 14 детских садов, 4 школы и 3 поликлиники. Ответственность постоянно здесь и летом, и зимой. Потому что оборудование серьезное. Хочется, чтобы у людей всегда было тепло в доме, спокойствие. Правда, пока все оборудование здесь работает на 20%. Тепло в домах Краснодара, как и в остальных городах и районах края, подают по заявочному принципу. Однако готовиться к этому отопительному сезону на Кубани начали еще в апреле, как только закончился предыдущий. Такую задачу перед коммунальщиками тогда поставил Александр Ткачев. Вопросы подготовки к зиме находятся на постоянном контроле губернатора. На ремонт и строительство котельных, модернизацию сетей в этом году из всех уровней бюджета потратили почти 3 миллиарда рублей. По поручению главы региона в Краевой резерв также были закуплены генераторные установки. Проведена такая работа и со стороны муниципалитетов. ЖКХ такой сложный механизм, что здесь чем раньше подготовиться, чем, конечно, меньше будет проблем. Наш край из-за особенностей климата входит в группу регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения. Каждый муниципалитет к осенне-зимнему периоду должен иметь необходимый резерв запаса техники, дизель, генераторы, специалистов, готовых моментально заступить на дежурство в случае форс-мажора. Здесь персональная ответственность всех газовиков, руководителей тепловых сетей и, конечно, административных структур. К зиме энергосистемы Краснодарского края и все коммунальные службы на самом деле должны быть готовы на все 100. Для того, чтобы горячими батареи были во всех домах без исключения, необходимо, чтобы в течение пяти дней температура была ниже 8 градусов тепла. Впрочем, на Кубани такой норматив не всегда выдерживают и начинают топить раньше. Так, например, уже сегодня практически в разгаре отопительный сезон во всех соцобъектах и домах в северных и предгорных районах края – Кущевском, Мостовском, Отрадинском, а также Армавире и Темрюке. В остальных муниципалитетах пока подают тепло по заявкам управляющих компаний. На сегодняшний день все 100% глав муниципальных образований дали свои заключения о готовности своих районов к зиме. Но необходимо отметить, что в соответствии с нашим законодательством до 15 ноября органами Ростехнадзора будет проверена данная информация уже с их стороны. По прогнозам синоптиков, эта зима будет особенно холодная. Значит, Кубань должна быть готова к любым капризам погоды, подчеркивает Александр Ткачев. Хороший урок она преподнесла еще в январе 2014-го. И для того, чтобы с достоинством пройти экзамен холодами в этом сезоне, готовность всех служб должна быть на высочайшем уровне.